Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я готовлю отличную, очень вкусную закуску к пиву. Это вяленая камбала. Когда-то очень давно, когда камбала вяленая еще продавалась, я ее покупал, и она была очень вкусная, и мне нравилась. Но сегодня я хочу приготовить вяленую камбалу сам. Поэтому я нашел небольшую камбалу, и сейчас я ее буду солить. У меня есть вот такие прекрасные маленькие рыбки. Они пахнут морем, они пахнут йодом. Я не знаю, какой именно сорт камбалы у меня в руках, но у них красивые пятна на теле. Поэтому я думаю, что рыбка будет очень вкусная. Самое важное и самое длительное, это приготовить рассол или тузлук. Поэтому я его приготовил заранее. Для приготовления тузлука я нагрел воду до кипения и растворил в ней соль и сахар. Пропорции, как всегда, смотрите в описании к моему видео. Я беру вот такую широкую посуду, это сковорода, чтобы здесь поместились рыбки. И заливаю их рассолом. Камбалу я солил первый раз, поэтому я не знаю время, сколько рыбы должна провести в рассоле. Но учитывая ее вес, одна рыбка весит 250 грамм, я думаю, что часа 4 ей будет вполне достаточно. Может быть даже меньше. Попробуем 4 часа и когда мы ее будем кушать, мы будем знать, хватит ли этого времени для просолки. Друзья, вот так выглядит камбала, когда я ее промыл. Я ее нанизал за глаза, на свой волшебный шампур. И рыбка будет сушиться сутки, полтора, двое, в зависимости от того, как быстро она немножко подсохнет. Камбала все еще пахнет морем. Мне очень нравится. Очень важно камбалу вялить с головой и внутренностями. Тогда она приобретает очень богатый и насыщенный вкус. Сейчас я рыбку вывешиваю и она начинает сохнуть. Друзья, вяленая камбала уже готова. Она обалденно подвялилась. Кстати бы, я неправильно называл эту рыбку, все-таки она называется правильно камбала. Поэтому камбала уже поспела. Пивко. Пиво настолько вкусное, что даже можно и без рыбки его пить. Итак, приступаем к дегустации. Обалденная морская камбала. Я специально посмотрел, какой это вид рыбки. Это камбала морская. У нее были очень красивые оранжевые пятна. На кельце. Пахнет морем. Сама немножко колючая. Как бы ее раскрыть? Начнем с плавничка. Я очень люблю начинать с плавников. Вкусно? Ммм, да, слышно. Отличный вкус рыбки. Потенциал чувствуется. Все эти плавнички я потом подсасываю. Они очень вкусные. А пока найдем мяско. Камбала очень ценная рыба. Она вкусная во всех видах. И жареная, и тушеная, и на гриле. Сама кожа у рыбы достаточно колючая, снабжена какими-то колючками и шипами. Я слегка очистил камбалу от чешуи. Пальчики у меня уже в жире. То есть рыбка не пресная. Мне это очень нравится. Какой свежий аромат рыбы. Попробуем. Спинка. Мяско очень нежное. Именно мягусенькое. В меру соленое. Рыбка солилась всего 4 часа в рассоле, в тузлуке. Поэтому соли достаточно. Больше по времени солить не нужно. По вкусу напоминает хорошего крупного леща, если мы берем спинку. Попробуем брюшко. Очень интересный вкус. Скорее всего, точно как я и сказал, она напоминает хорошего леща. Но это рыбка морская. В ней много прекрасных витаминов. И она намного дешевле, чем лещ. Здесь одно мяско. То есть у нее полностью отходы отсутствуют. Рыбка обалденная. Очень дешевая. Быстро солится. Еще бы я, конечно, так быстро не управился. В плане засолки. Поэтому отличный эксперимент. Мне очень нравится. Это достойная альтернатива вяленой мойве. Руки в жире. Мне это очень нравится. Сочная, вкусная и ароматная. Класс. Друзья, отличная рыбка. Пробуйте готовить по моему рецепту. Пишите в комментариях, что вы думаете. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Подписка вот здесь внизу. Нажимайте на кнопочку. Рядышком есть колокольчик. Нажимайте на колокольчик. И вы будете всегда в курсе всех новых видео на моем канале. И помните. Кухня это самое спокойное место. Рыбка супер. Всем рекомендую. Вот.